Здравствуйте, мастер! Благодарю вам за возможность участия. Меня очень спонтанно сюда вынесло, просто вытянуло какой-то воронкой. У меня было ощущение, что что-то зовет, и мне нужно с ней оказаться. И все обстоятельства сложились каким-то невероятным образом, и все люди нашлись. И, в общем, все случилось, и ваша чудесная команда, помощники с такой любовью и профессионализмом тоже способствовали. Заметь, что всегда так происходило. Всегда все находилось. Да, да, безусловно. Какими-то как бы тебе кажущимися случайностями. Конечно, я очень верю. Вопрос у меня следующий. Вы вчера сказали, что женщина – это любовь, а мужчина – это Бог, наверное, да? Это одно и то же. Мужчина и женщина – это одна сатана. Одно тело, понятно? В общем, нет никакого разделения. Нет ни мужчины, ни женщины, чтобы ты понимал. Но все равно дуальность определенная существует. Она во сне только существует. В твоем обусловленном восприятии. Как только ты освободишься от этого, то обусловленное восприятие прекратится. И тогда исчезнется и женщина, и мужчина. Сатана исчезнет. Да, но мы живем в материальном мире, и у нас все равно есть отношения, и мужчина, и женщина, и роды. С чего ты взяла, что есть? Понимаешь, это ведь кажется. Ну это же та вот… Ну да, это игра виртуальная, мы в нее играем, но она же все равно происходит. Да, а вопрос-то в чем? Вопрос у меня был в том, теперь не складывается так логично, как хотелось бы. То есть я так поняла вчера, что вы сказали, что любая женщина по сути своей – это любовь. Вот, что женщина должна в мужчине видеть Бога, Ему служить. Она, женская природа, было сказано так, женская природа очень близка к безусловной и божественной любви. Вот о чем говорилось. Очень близка, потому что она проявлена вот по кону мироздания так, в своей вот этой вот нежности, принятии. Она принимающая, понимаешь? Обволакивающая. Это проявляется на всех уровнях, на физике тоже. А мужская любовь в чем проявляется? В смысле, мужская суть? Мужская суть в твердости. Если женщина мягкая, мужчина твердый. И тогда гармоничное взаимодействие происходит. Любовь и твердость. Или что? Твердость. Любовь и Бог – это одно и то же. Вот, Бог. Значит, надо видеть в каждом мужчине Бога. Обязательно. Каким бы он ни был. Обязательно. Вот. Это гармоничное восприятие женской природы. А что делать, если мужчина, мягко скажем, плохой человек, и не получается в нём увидеть Бога? А кто решил это? Кто так решил? Ну, по его поступкам, по тому, что… Решил-то кто? Ну, в моём случае я решил. Ну вот. То есть, твоё обусловленное восприятие говорит тебе о том, что, исходя из твоих представлений о том, как должно быть, он плохой. Понятно? А то, как должно быть, оно не является тебе. Потому что ты не согласна с тем, как это проявляется со стороны мужчины. То есть, ты делаешь вывод, понимаешь, основываясь на представлении своём. Ты не принимаешь его таким, какой он есть, а основываешься на своём представлении. То есть, ты не согласна с божественным проявлением. Тебе дан мужчина. Ну, как бы я уже приняла. Я с ним уже рассталась. Отец моего ребёнка, и он продолжает вредить, как бы, и мне, и моему ребёнку. Хотя я уже приняла, я уже простила. Я стараюсь вести себя, как бы, по-дружески, нормально. А как он тебе навредил? Ребёнка он тебе навредил? Как он тебе навредил? Ну, не даёт развиваться ребёнку. Там не разрешает. Развиваться? Это как? Да. Ходить в хорошую школу, посещать курсы какие-то. А кто решил, что школа хорошая? Ну, я на основе долгого изучения данной темы. То есть, по факту получается вот что. Что твоё представление говорит тебе о том, что ребёнок должен ходить именно обязательно в эту школу. Да? Это твоё представление говорит тебе об этом. Оно обусловлено, это представление, твоими ощущениями, что правильно, а что нет. То есть, ты смотришь в эту двойственность и разделяешь. И поэтому ты загоняешь ребёнка в какую-то, какую-то кажущуюся тебе только реальность. Понимаешь? А реальность, она сама, ну, жизнь, она сама проявляется. Понимаешь? Безусильно. Ты создаёшь напряжение этим самым. Ну, то есть, позволить всему происходить, как получится? Да, конечно. Тут дело же вот в чём. Понимаешь, ребёнок в своей прописанности, он так или иначе проявляет какие-то склонности к чему-то. Понимаешь? Понимаешь? И если ты его загоняешь в школу, в школу в какую-то, которая кажется тебе, что она для него будет хорошая. Это только твоё ощущение такое. Понимаешь? Ну, потому что я думаю об этом, он не думает. Ему всё равно, куда она пойдёт. Но главное запретить мне то, что я хочу. То есть, ты видишь, как бы, что он движим именно этой мысли. Да, безусловно. Да. Знаешь, на поляне два барана. И они так или иначе будут биться головами. Понимаешь? Мне казалось, что я уже сдалась, я уже приняла. Но в этом вот последний вопрос. Я понимаю, что у меня духовная гордыня, потому что я вижу, что человек неосознанный. В каком-то степени недоразвитый. У меня духовная гордыня. Недоразвитый, да. Да, и что с этим делать? А я такая уже вся. Это ужасно. Это неприятно. Вот, понимаешь, в этом и вся проблема. То есть, вот твои страдания возникают из твоих представлений о том, как должно быть. То есть, некий мирянин, вот этот вот, некое эго решило, что мир его должен быть таким. А мир, он такой, какой он есть. То есть, вот всё, что кажется происходящим или проявленным, да, оно проявляется по другим законам. Понимаешь? По какому-то Всевышнему проведению. Не потому, что ты думаешь так, как ты думаешь. Понимаешь? А так, как оно происходит. И поэтому тебе Вселенная говорит через твоего бывшего мужа. То есть, раз ты баран, тебе барана тут же. На поляну выводят. Да, ну, мне кажется, я вышла из этой игры. Но камни всё равно летят. Вышла на поляну, понимаешь? Где второй баран. Пока вы бьётесь головами, вот пока вы высекаете вот это страдание друг к другу, понимаешь, всё равно будет происходить. Ну, так, как оно происходит. То есть, ребёнок всё равно будет расти, понимаешь? Он будет чем-то увлекаться сам. И будет прописываться. Видите, что мама с папой бьются головами, понимаешь? На поляне разбегаются и опять. Разбегаются и опять, понимаешь? Вот. И он станет таким же. Тебе этого нужно? Нет, я как раз вот этого и боюсь. Так и расслабься. Просто расслабься и прими всё таким, какое оно есть. Тебе не нужно ничего определять по поводу школы, понимаешь? Потому что школа, она возникает вот в этой системе только лишь потому, что как бы система заинтересована в том, чтобы занять детей. Чтобы у них не было времени для созерцания, понимаешь? Для того, чтобы что-то делать руками. Именно поэтому я отдала ребёнка в свободную школу, где они в основном занимаются тем, что они делают руками. Так. Вот, чтобы выйти из системы. Да, чтобы, потому что в Германии школы очень специфические. Школа-то системная? Нет, она свободная школа. Свободная. Хорошо. Свободная школа, она у родителей, в семье. Понятно? Потому что ребёнок должен научиться, научиться адаптироваться к жизни. Понимаешь? Не, как тебе сказать, не строить какие-то виртуальные замки, а реальной жизнью заниматься. То есть, если отец колет дрова, значит, он тоже должен этим заниматься. Понимаешь? Если он носит воду, то он тоже должен этим заниматься. Понимаешь? Если отец в системе полностью, то ребёнок должен быть полностью в системе. А ребёнок прописывается именно так тогда. Ну, я-то не в системе. Я не могу ребёнка туда засунуть, только потому что папа вот в коробочке сидит. Ты принимаешь, во-первых, мужчину. Начнём с этого. Да. В этом и, так сказать, ты навлекаешь на себя беду. Этим. Ну, как это можно принять? Как это можно принять? Знаешь, тотально. Вот без каких-либо, так сказать, слов. Знаешь, однажды мастер как-то давал совет женщинам и сказал, что мудрость женщины, понимаешь, вот мудрость вся буквально заключена всего в трёх словах. Да, я тебя люблю. Всё, нет другой мудрости у женщины. И других слов нет. Потому что все другие слова воспринимаются мужчиной как переченье. Понятно? Как проявление жёсткости. И всё. И из мужчины вдруг превращается, а мужчина вдруг в барана превращается. Понимаешь? Которого вообще не свернёшь. Он будет биться до последнего головой. Пока всё не разобьёт. Хорошо. Я тогда прошу мастера смиренно помочь мне открыть сердце, чтобы суметь полюбить. Да. Ты прими сначала всё таким, какое оно есть. Вот посмотри внимательно на него. Ведь он же, ну как тебе, твою вот эту вот сопротивляемость транслирует. Понимаешь? Твоё непринятие. Перестань делать выводы, что он неосознан. Что он какой-то недоразвитый. Прими его. Прими таким, какой он есть. Понимаешь? То, как ты о нём думаешь, такой он и становится. Я приняла. Просто, как бы, я его в свою жизнь не приняла, но он пусть таким будет, каким он есть. Прекрасно. Да, но ты решила, что ты можешь без его. Согласен? Принимать какие-то решения в отношении к твоему сыну. А с чего ты это взяла? Потому что я вижу, что человек неосознанный. Совершенно. Пока ты видишь, что он неосознанный, он будет таким, какой он проявляется для тебя. Пока ты будешь его, приписывать ему вот эту неосознанность. Понятно? Я понимаю, но как выйти из этого, я не знаю. Принять, принять. Расслабиться. Сесть просто и принять его. Таким, какой он есть. Понимаешь? Вот просто, даже без выводов, без всяких. Не отсуждая. Не оценивая ничего. Позволить. Позволить ему, если он еще разбегается опять, так сказать, своими рогами. Вот. Или лбом. Вот. Позволить ему это сделать. Пускай он это делает. А ты не отвечай этим же. Прими его. Поймай его в свои объятия. Понимаешь? Подари ему нежность. Любовь подари. Не работает. Работает. Не работает, когда нет любви. Когда она не проявляется. Не работает тогда. А когда проявляется, работает. Работает. Знаешь, была одна пара, которые прислали фотографию мальчика, вернее, даже не присылали, или присылали, не помню. Вот. С жалобами, с такими, что мальчик, вот, он недавно у них появился, там ему было, что-то, несколько месяцев, до года еще. или год уже был даже. И он, значит, сильно кашлял. Ну, кашлял, и все, говорит, вообще ничего, не могут поставить никакого диагноза. Просто измучился мальчишка. И родителей измучил. Выяснилось, что мальчику не хватало любви родительской. И когда им об этом сказалось, они переглянулись так. Ну, мы же столько внимания ему уделяем. Внимание и любовь. Разные вещи. Понимаешь? И когда они это осознали, действительно, у него прекратился кашель. Когда они стали проявляться, проявлять любовь, подлинную. Кашель прекратился. А так они носились по врачам там с ним и так далее. Ничего не могли сделать. Да, но у них был доступ к телу, так сказать. Проявляй любовь. Ты увидишь, как все изменится. Благодарю. Прошу, прошу мне помочь. Потому что я одна. Я чувствую, я с этой ситуацией не справляюсь. Благодарю. Расслабься, перестань сопротивляться. Сопротивляться перестань. Прояви женскую энергию, нежность свою прояви. Принятие. Прояви. И вообще, посмотри мультфильм. Называется он сказка о глупом мужике. Ну, многие уже видели, наверное. Посмотри, это просто настольная книга. Ну, вот настольный мультфильм, ведический абсолютно, для осознания того, где находится источник гармонии. в паре. И ты увидишь. Но у нас уже не пара. Да нет. Вы все равно взаимодействуете. У вас есть ребенок, понимаешь? У вас не разорваны каналы взаимодействия обменом энергии. Не разорваны же. Есть взаимодействие. Так ведь? Вот и все. Ты решила, что он плохой. Муж твой бывший. Неосознанный. Недоразвитый. Понимаешь? И он таким и проявляется. Понимаешь, пока это происходит, в твоем теле, в тебе начинаются, в теле, в твоем начинаются искажения. Потом ты начнешь бегать по докторам. Понимаешь? По хирургам. А у них разговор короткий. Операционный стол. Чик. И все. Удалят тебе все твое женское. Ну, все вот эти вторичные признаки. Такое случается часто. Понимаешь? И все только от того, что ты так проявляешься по отношению к мужчине. тем более отца твоего ребенка. Не на ровном месте. Я бы не ушла просто так. Да, опять эти фановые. То есть ты опять вот на своем, на своем, на своем. Никак не можешь это осознать. Вот осознай, 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 что источник гармонии находится в женщине. Если мужчина проявляется как-то криво, понимаешь? Ну, вот всякое бывает. Допустим, мужчина начинает бить женщину. Ну, к примеру, да? Проявляться очень токсично, да? Как кажется женщине. Но всегда женщина в этом виновата. Потому что она так проявляется к мужчине и заставляет его действовать таким образом. Я же тебе говорю, как только женщина становится бараном, мужчина превращается в барана тоже. И они бьются головами, бьются, бьются и бьются, понимаешь? До тех пор, пока не разобьют себе лбы. Проявись с принятием к этой ситуации. Увидишь, как он изменится. Опять она закатила глаза. Я уже это делаю так долго. Я стараюсь уже очень долго. Это же не сегодня возникло. Осознать надо тебе. Просто осознать. Расслабиться на самом деле. Потому что ты все время из напряжения действуешь. Понимаешь? То есть действие происходит из напряжения. тебе нужно расслабиться. Благодарить за то, что есть сейчас. То есть это же из неблагодарности происходит все. Неблагодарности Всевышнему за то, что тебе дано. А это неблагодарность. Вот она и создает вот эти вихри искажающие все. Напряжение. Ты из напряжения действуешь. А действие должно происходить из расслабленности. Из доверия. Из благодарности. Из сердца. Постараюсь. Я хотела спросить тоже про мужское и женское. Мой партнер, мой муж, в нем очень много такой жесткости. Не то чтобы агрессивности, а такой конкретности, жесткости в взаимодействии с людьми. и меня это очень как бы не то чтобы коробие, но зажимает мое сердце. У него наоборот хочется, чтобы он был мягким. И вы говорите, что это очень зависит от женщины, какой мужчина. Но я очень мягкая, мне так кажется. И добрая, и нежная. А в нем все равно этого много. Еще раз тебе говорю, вот как женщина то, что называется думает или как бы как она вот что она посылает в сторону мужчины, таким он и становится. Понимаешь? Мне кажется, все наоборот. Это твое зеркало, то есть ты это и есть то, что он тебе транслирует. Это как-то... Садись и смотри в себя. Смотри в себя и найди вот то, что он тебе транслирует. и найди и пусть оно исчезнет. То есть все-таки это во мне. Это во мне есть. Еще раз тебе говорю, вот все чтобы это осознали. Вот если вы видите какое-либо искажение вовне, это искажение не вовне, это ваше искажение. Понимаешь? Потому что в чистом сознании нет никаких искажений вообще. понимаешь? Искажение возникает у вас в голове. То есть ваше восприятие такое искаженное. Как только оно исчезнет, мир станет таким, вернее, вот эта проекция ума станет чистой. Ваш ум очиститься должен. И тогда проекция ума станет чистой. когда оно станет чистой, то коны, веды включатся. Понимаешь? Сердце откроется, ваше во всю Вселенную будет. Из вас польется мудрость. Веды, они не написаны рукой, они в сердце прописаны. Понимаешь? Внутри. они непридуманы. Она иногда открывается, потом опять закрывается. Благодарю. Еще один вопрос. Вы говорили, что когда отношение начинается со страсти, тогда уже как бы это обретено, эта пара. Ну, как бы там невозможно познать тонкой любви божественной. Да. И вот хочу спросить, у меня есть партнер, наши отношения так начались. И сейчас это осознается. И вот родился ребенок, ему два годика, и сейчас обнаруживается, что эта страсть, как вы говорили, как мустанг, это уже раскидал нас на разные стороны поля, и сам сдох, и все. А мы не понимаем, что мы вместе делаем, и как нам быть. И это уже семья. Да. И вижу сейчас, я вижу благодаря вам. И все. А теперь что? А теперь тебе нужно осознать то, о чем говорилось, где находится источник гармонии, и вернуться с того, с чего вы начинали. А начинали вы всегда вот с этого взаимодействия, где он замечательный, где она для него прекрасна, где нет никаких искажений ни в нем, ни в ней. Понимаешь? Вот оно, вот оно приближение было, когда букеты, конфеты, вот это все. Понимаешь? Вот оно, а вот это было оно, чистое, божественное присутствие, понимаешь? А вы его пропустили, потому что что? Потому что возникли вот эти вот все. понимаешь, вот так. Теперь надо все, вернуться на старт. Значит, возможно еще познать все. Конечно. Но теперь вся инициатива будет от женщины только исходить. То есть, если ты сможешь раствориться в нем абсолютно, то есть утратить эго полностью, то и он изменится. Если ты сможешь начать ему служить тотально, понимаешь? Чистым сердцем, ничего не ожидая, не желая, понимаешь? Вот просто служить, отдавая все время и благодаря за все, что есть, то и он станет сильным. И единство познаете. Благодарю вам всем сердцем. И гармонию познаете. И детишек еще нарожаете. Ох! И болеть не будете никогда. Да. Игорь Негода Здравствуйте, я Мастер. Да, здравствуй. Я хотела поделиться и спросить. Вчера я вошла в медитацию и вы мне приснились и вы смотрели на меня так четко, прямо, как сейчас. У меня были чувства глубокие, что вы мой друг и что вы меня пригласили. И я вас приглашаю к себе. Это было приятное ощущение. У меня появилась боль здесь слева и у меня обычно в втором сегменте постоянно есть проблемы и с мочевым пузырем, и с... я понимаю, что это сексуальная энергия, которая просто, наверное, не работает как надо в моем теле. Давай, пока не будем делать воводы. Окей, я всегда это делаю, но попробуем этого не делать. И я хотела спросить, к чему это может относиться и как вы относитесь к этому. с началом медитации совместных или с началом ретрита или с началом взаимодействия с мастером все констатируют какие-либо ощущения, начинающиеся в теле. То есть есть болевые даже ощущения какие-то или какие-то не очень приятные ощущения или еще что-то. Все это есть исправление искажений, которые вы накапливали жизнями. И всю жизнь, ну вот эту жизнь, тело, накапливали эти искажения. Вот. Если они о себе заговорили, эти искажения, то значит возникает их исправление. Поэтому если ты отпустишь этот вопрос, не будешь наблюдать, а в доверии будешь пребывать, то у тебя исправится все, что там искажено. Но кроме этого тебе нужно обратить внимание на то на то твое отношение к мужскому полу. Ну к взаимодействию с мужчинами или там с твоим отцом, вообще с аспектом мужским в твоей жизни. На что именно обратить внимание? Да, обратить внимание, чтобы облегчить и в дальнейшем больше не возникало. Не возникали эти искажения, имеется в виду вот то, что ты перечислила, то есть проблемы с мочевым пузырем, там, в женских органах и так далее. Вот даже кишечный, кишечный, кишечник и так далее. То есть все вот этот вот весь низ, чтобы не возникали эти искажения, тебе нужно пересмотреть, а вернее сказать осознать осознать твое восприятие мужского. До сих пор и это культивируется системой, всем женщинам навязывают феминизм, навязывают независимость, отдельность и силу как будто какую-то, равноправие. Вот это и является причиной, причиной того, что женские энергии искажаются. С приходом этих искажений женщины страдают болезнями. Болезнями. То есть болезни это следствие вот этих искажений. если у тебя что-то болит или доктора констатируют какие-то опухоли, там, я не знаю, кисты или еще что-то, да, всевозможные могут быть проявления. Это говорит о том, что твое взаимодействие с мужчинами не гармоничное. Не гармоничное, не по божественным законам, по конам, понимаешь? У меня мужская энергия очень завышенная, у меня тестостерона много, я такая бурная вся. Да, конечно, конечно, так ты посмотри на вообще женщин вокруг. Как это балансировать? Я вроде, ну, стараюсь быть более пассивная, более принимающая, более отдающая любовь, отдавать любовь, но... Да. Что еще? Смотри, мужчина для женщины это Бог. Если ты в нем не растворишься, а будешь богоборцем отдельной, ну, ходить на феминистские движения, ну, в общем, и говорить, ты мне не нужен, я сама тут. Ну, в общем, ты поняла, да? то все, жди, жди, жди вот этих искажений, жди, жди хирургов, понимаешь? Жда чего? Хирургов, хирургов жди, да, они, они что, они тебя лишают женского? Легко. Ножичком, чик, чик, и все. И вы, как говорится, все. Если ты не проявляешь женское, зачем оно тебе? Вот вырезай, отрезают, и все. Выбрасывают. Ну, так устроено. Да, я понимаю. В этом все дело, понимаешь? Вот и все. Если ты не осознаешь этого глубоко, то будешь сталкиваться с подобными проявлениями, с болезнями, болезнями в женской сфере, в теле. Мне даже антибиотик не помогает, это дошло до этого. Я все что угодно делаю. Ничего не поможет, конечно, ничего не поможет. Я же тебе говорю, только хирурги. Больше ничего. Они, знаешь, как четко справляются с этим? Ну, вообще, легко. И ничего не помогает, понимаешь, больше. А почему? Потому что ты проявляешься криво. Ты сама позволила своей женской природе исказиться, исчезнуть, понимаешь? Понимаю. Ты сама вырастила в себе мужчину. Да, я понимаю это, я чувствую это. Ну, я выросла без папы, и я взяла на себя вот эту мужскую ответственность. Ну, я не завишу от мужчины, я сама в себе вырастила мужчину, чтобы защищать себя, защищать мою маму, потому что мама очень чувствительная, такая, такая хорошая у нее. И поэтому мужчины в твоей жизни не появляются. Они появляются, но исчезают. С энергии неподходящей. Неподходящей, конечно. Знаешь, почему у них энергия неподходящая? Потому что твоя энергия неподходящая. это кто будет? Сейчас, подождите, человек. Кто сюда попал? Еще. Как будто голос был. Вы тоже слышали? СМЕХ 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 Вот так. Понимаешь, вот о чем тебе нужно, что тебе осознать надо? Окей, у меня еще один вопрос. Я борюсь с... Подожди. Так все-таки ты не... Ну, как бы, чтобы закончить вот этот разговор по поводу твоего взаимодействия с мужским, да? Вот тебе нужно осознать, что ты в мужчине должна раствориться полностью, то есть в полной отдачу пребывать. Понимаешь? То есть утратить эго полностью. Что еще раз? Эго утратить. Ладно. То есть ничего не желать себе, понимаешь? То есть полностью посвятить себя мужчине. и тогда ты будешь абсолютно здоровым. И твой мужчина будет сильным с той энергией, которую ты не находишь как будто. Понимаешь? я понимаю это и знаю это, но на практике в жизни не могу, конечно. Это надо очень так статичь с собой. Знаешь почему? Потому что система тебя так выстроила, то есть ты уже привыкла к тому, что твои энергии вот завалились в сторону мужского, понимаешь? и ты не можешь как бы переосмыслить, то есть переосознать свою истинную природу. Найти не можешь теперь уже, потому что в тебе уже проявлена колея такая накатана, знаешь, мужская. И ты вперед там я могу все сама вообще мне никто не нужен. Меня так мама научила. Научила, конечно. Мама сама такая. Да и понимаешь, это же из рода в род происходит. Мама дочки, дочка своей дочки. Вот, все это прописывается так, передается. Вот эти искажения, они исправляются, исправляются рядом с мастером. Если ты готова осознать то, о чем говорится. Конечно. Ну вот и все. Принимай и благодари. И осознай, осознай и начни проявляться, проявляться гармонично. Наша проблема вроде, я назову даже, не стесняюсь, это критика очень завышенная, много диссонанса, как сказать, наггдут. Все верно, диссонанса. Да, ну, мы на все смотрим критическое мышление. Да. И это, ну, я, это... И это культивируется, критическое мышление. Это относится... Тебя принимают на работу, например, и там написано, есть ли у тебя критическое мышление, спрашиваю. Да? Еще раз. И ты, если пишешь, что если у тебя нет критического мышления, тебя не берут на работу. Я о том, что... Я чувствую, что я борюсь с этим. Я с этим живу. Ну, у меня мама очень критически относится к миру. Ну, это ее путь. Но на меня это плохо влияет. И я вроде уже повзрослела и поняла, что это меня не касается, то, что в ней происходит. Но все равно это как-то мне понижает вибрации. Я бы хотела вырасти из этого и стать более не под этим влиянием. Да, вырасти из этого можно только не вовлекаясь в системные вот эти настройки. А системные настройки настроили тебя вот так, как настроили. И они тебя настраивают на то, чтобы ты прошла все эти круги с хирургами и со всеми пирогами другими, понимаешь? С отсутствием детей там, ну и прочее. Система так тебя настраивает. Она тебе говорит, да ты не волнуйся, ну и что, что ты мужик? Ну, к примеру, да? Говорит, подумаешь, там, ЭКО есть или там еще чего-то, там, мы тебе в пробирке дадим детей. Понимаешь? А то, что эти дети не способны как бы к жизни, у них нет ни силы, ни иммунитета, ничего. Понимаешь? Это уже как бы, ну, ты в этой, не берешь это в учет. Откуда начинать? А начинать с себя, вот осознание, с осознания того, что тебе сейчас вот говорится, с осознания глубочайшего, того, как же женщина должна проявляться и где находится гармония между мужчиной и женщиной. Где она находится? Гармония. Вот источник этой гармонии. Где? Женщине. Мужчина вообще, он ведомый, понимаешь? Он может быть тряпкой, а может быть сильным. И это зависит от женщины. Потому что то, как о нем думает женщина, таким мужчиной и становится. Нахон. Это правда. Спасибо вам большое. Благодарю. Пока происходит эта встреча, я получила сообщение от мужа, что он не справляется с детьми, что ребенок болеет. И я вот не знаю, как поступить. Огромное волнение. Что сейчас делать? Я только вчера уехала уединиться. Наконец-то у меня появилась возможность. и вот мне надо ехать обратно. Это как импульс возникает. Знаете, многие говорят, ну как же вот все в оффлайн-группе идут в медитацию, а группа служения стоит там на кухне, режет эти салаты. А как же нам в медитацию идти? Ну, словно некое сетование происходит. При этом безусловно они от этого не отказываются, они делают себя с любовью. Словно кто-то там внутри грустит мне в медитацию, а как же. А они не осознают глубочайшей величины просто дара, когда есть возможность этого служения, ребята. Когда ты видишь эту возможность служить всему сразу, будь то ребенок, будь то муж, отец, брат, сват, кто бы это ни был, просто раствориться в этом процессе служения, отдать все без остатка. Вы даже не понимаете, что вы отдаете себе и как это щедро. Не бойтесь раствориться в этом служении. Да будет воля твоя, не моя, если это тело должно служить, пусть оно служит. А сердце куда смотрит? Внутренний взор куда смотрит? Ведь Бога же смотрит в мастера, в любой кто? и растворяется светом высшей милости, потому что искреннее сердечное служение, накопление благодетели, это с нижних чакр, с нижних вибраций вы поднимаетесь к Богу больше, выше, 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 дальше срывается этой благостью, которая на вас изливается, потому что все до этого момента вы всегда отдавали самому себе, только себе, всегда себе, и осознавая этого, это так, что сначала это нужно пройти, чтобы до глубины осознать, насколько это просто, и насколько это сложно было пройти когда-то, и насколько только это и работает, поэтому не бойтесь, не бойтесь раствориться, потому что искреннее служение, сердечное служение, как бы вот это вот, как же это, как это сказать, мастер как-то называл это фраза, слово такое глубокое, ну что ли, беспощадность к эго, которое говорит, подожди-ка, у меня тут ретрит, меня, а мне, а мне, понимаешь, что за этим стоит, вот, а есть то ли у Анны Малай, то ли еще, ну в общем, какого-то святого, да, фраза, не не смейте, в общем, даже пробовать еду, не предложив ее гуру, не смейте там, испить до того, пока не, а гуру-то это во всем, понимаете, служение во всем, служите своему супругу, служите своим близким, как гуру, преподношение вашего действия, как бы, как служение, как, ну не знаю, как мастеру тряпочку под ноги разложить, чтобы ему ножки было тепло, хотя, может, ему не холодно, понимаешь, ну вот такая забота, всегда смотрите, вы же всегда смотрите в Бога, всегда, тотально, просто словно еще пока не можете его рассмотреть, но вы однажды это увидите, поэтому без сомнений, есть запрос во Вселенной, сразу же откликом, сердечным, идите в служение, отдавайте, 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 ваш ретрит продолжается, вы можете посмотреть все сатсанги, ночью, где так уложили, легли, на мастера настроились, вот сейчас только что Юлечка сказала, я что, видео это посмотрела, Ютуб, ведь смотрите, что я вам хочу самое важное сказать, что вот ретрит, это не только то, что вы сейчас вот онлайн проходите, или оффлайн проходите, он то, когда вы все время находитесь в мастере, то есть, ночью легли в медитацию, посмотрели вот этот видео Даршин, он же безоплатно, для всех и каждого, выложен у вас тоже на канале, все, легли в медитацию, появилась еще минутка, днем детки спят, ну, я образно говорю, привожу, например, появилась возможность зашли в медитацию, нету возможности зайти в медитацию, просто посидели видео Даршин, посмотрели, готовите кушать, включили, понимаете, растворяйтесь в служении, растворяйтесь, появилась возможность в покое, сели перед алтарем, просто в покое, просто телу дали покой, ведь все, что должно, оно же все равно произойдет, родные, а тело, что должно сделать, все равно сделает, поэтому успокойся вы этого делателя, просит тело поехать жить, пусть оно служит, и не без угрозений совести, ведь вы же помните, мастер рассказывал, что надстройка, надстройка в виде присвоивания делателя, да, что это я вот сейчас делаю, она возникает после того, как уже все случилось, после того, как муха уже укусила жирафа, там, да, или его дернули за хвост, уже это произошло, а у него произошла, там, цепная реакция, там, по телу, оно уже фосфактум, то есть ты всегда, сейчас, секундочку, извиняюсь, всегда фиксируешь прошлое, так что, что толку об этом думать? Благодарю, очень надо было это услышать. Во благо, во благо. Субтитры создавал DimaTorzok